В общем, как всегда, компьютер универсия. Где-то тот самый довольной BIOS, который если переключить, то вот. Видимо, вот так вот гейминг, майнинг. Одно, будем тестировать. По гранике на компьютер универсия у меня тут за всё время, сколько я занимаюсь, у меня сломалась одна видеокарта и блок питания. Видеокарта как сломалась? Она работает, но артефакты даёт и дуал натянет, тянет только один эфир или манера. В общем, я отправил по гарантии в Германию карту и блок питания. И о результатах доложу, когда мне какой-то придёт ответ, что гарантийный случай, не гарантийный. Естественно, BIOS я зашил стоковый видеокарту перед отправкой. В общем, хотите, если узнать развязку истории с тем, что я по гарантии отправил, то подписывайтесь. Ну ладно, приступим к тестированию. Карты эти хоть и стоят, там 201 сейчас евро, но была распродажа, я их купил по 165 евро. И ещё у меня было бонусов на 35 евро, поэтому мне за обе карты, в общем, цена вышла ровно 330 евро. Ну, 25600 по тому курсу, когда я покупал. Но у меня вот эта кредитка, она с кэшбэком, то есть тут 3% на все онлайн покупки. Поэтому заплатил-то я столько, но мне вот столько вот ещё вернули. Таким образом, цена получилась не для меня конечная карта. Разделить на 2, да? Одна карта мне такая вышла в 12400 рублей. Что по хэшам? По хэшам я поэкспериментировал. Я экспериментировал вот это вот GPU-1 и GPU-3. Можно чуть-чуть побольше, но мне не нравится сама стабильность хэшрейта. Можно чуть-чуть поменьше. Ну, примерно вот такой, по-моему, оптимальный вариант. То есть 28,5 эфир и 1300 вердж. Разгон при этом вот такой вот. То есть 1600 ядро и 240 память. Тут оно чуть не достигает, потому что повер-лимит убавлен. Поставлю, вот она будет достигать. Ну и вторая карта тоже с таким же разгоном. Тут можно посмотреть даже потребление. Я, правда, не знаю, что оно показывает, это потребление. Энергопотребление каждого из GPU. То есть эти карты потребляют одна 112 Вт, другая 110. Грубо говоря, 110 Вт. Ну, по-моему, это показывает очень-очень условно. Скорее всего, это без шины PCI. Хотя, вот эти вот карты другие у меня, которые тут стоят, они потребляют там 40 Вт. Это по шине PCI, это 460 Вт. У них дополнительного питания нет. Ну, в общем, вот так вот. Вот это вот первое. Она мало так дает, потому что ну, вывод изображения через нее производится. Я по Тимвиверу сижу, и какая-то на нее есть нагрузка дополнительная. Это вот нормально. Ну, а эти, соответственно, 570, обе дают 28,5 и 1300. Ну, это... Окупаемость, конечно, сейчас считать, я не знаю... Имеет смысл? Нет. Потому что курсы сейчас очень низкие. И доходность майнинга, она... Ну, можно сказать, на дне, на исторических, низких уровнях. И при дальнейшем снижении доходности майнинга начинает уже снижаться сложность сети. Поэтому ниже доходность майнинга вряд ли уже упадет. Потому что если будет падать доходность майнинга ниже, то мощность сети будет падать, и доходность майнинга будет примерно... Ну, примерно тут же оставаться. получается 55 центов с карты на всего такой сейчас курс 67 055 умножить на 67 получается всего такая карта сейчас бывает 36 рублей в день внутри тем да если мы разделим на 37 получается 335 дней окупаемость то есть в 11 месяцев конечно это большая окупаемость будем надеяться на лучшее на рост курсов да все-таки сейчас она конечно может падать еще никто ничего не застрахован но все-таки хочется чтобы выросла и я все-таки надеюсь что но все таки пройденной курсы будут выше ближайшее время ну а если не будут то все равно окупаемость остается в рамках года из-за того что просто при падении курса там начинает уже сложности падать по гарантии еще раз что по гарантии хочу рассказать я же уже заигнулся когда распаковывал карту я отправил по гарантии германию одну видеокарту 470 и блок питания у меня вот за все время сколько я занимаюсь вот этим вот деятельностью вот это вот две поломки всего блок питания и одна видеокарта 470 которую я еще покупал феврале семнадцатого года я их две покупал одна нормально работает asus 1 сломалась но она сломалась не не полностью что она вся сломалась она перестала держать дуал то есть она стала только держать или один эфир или криптонайт и и так она нормально работала я не отправлял ее также использовал но последнее время она что-то совсем подсела и стала треть шар ошибочных отправлять поэтому видимо уже ее настал аппарат править я залил истоковый биос и отправил а сейчас этих карт некой биос я не зашивал там двойной биос второй биос именно рассчитан для майнинга то есть я просто включил на видеокарте переключатель в положение не в то как она ушла с завода а в другое и больше ничего не делал и разгон установил немножечко больше по памяти поэтому меня вот такой хешрей 28 28 с половиной эфир и 1300 верш в принципе все а по поводу того что нет спрашивали почему вот то мера хороший парень протон на пидорас ну за как бы не в тему да но а масштабах части немножко можно поговорить что сказал протон когда у него там два с половиной биткоина похитили он начал там плакаться давайте донат и вся всю эту хуйню ну короче как поберушка начал себя вести я тоже в принципе могу таким заняться вопрошайничество но я из себя ничего и не корчу там кого-то морального авторитета ну а то мера он принципе принципиально сказал ничего мне не надо некие кошельки не публикую ничего мне не отправляйте всем спасибо то есть вот человечеще настоящий протон это так моська ладно всем спасибо за просмотр такой вот небольшой обзор карт если хотите проследить историю как мне компьютер универсия по гарантии вернет отремонтированное оборудование подписывайтесь я обязательно про это расскажу ну ладно всем спасибо всем пока спасибо всем пока спасибо всем пока